Предыдущий доклад был посвящен решению уравнений в радикалах, а я буду говорить о алгоритмическом решении математических задач. Мой доклад будет сконцентрирован на таком глобальном вопросе. Пусть дана какая-то математическая задача, нам требуется не только ее решить каким-то способом, но придумать алгоритм для ее решения. Сейчас алгоритм достаточно известная вещь, курсы программирования есть на любом математическом, физическом, любом другом естественно-научном в культете. Что такое алгоритм? Это инструкции однозначные, которые приводят к решению данной задачи. Что думают по этому поводу математика? Давайте начнем с простых задач. Те алгоритмы, которые, безусловно, являются и с математической, и с любых точек зрения действительно алгоритмами. Ну, вот это известно уже со школы. Вот задача, которую требуется решить. Дано какое-то натуральное число, требуется определить, число простое или непростое. Что такое простое число, вы, наверное, уже знаете. Это просто число, которое не раскладывается на более простые сомножители, на более меньшие сомножители. Ну, в чем состоит алгоритм? Ну, просто по определению. Нужно просто проверить, есть ли там какой-то нетривиальный делитель. И причем мы можем ограничиться вот этой проверкой только до корня из а. То есть для каждого числа, для каждого натурального числа от двух до корня из а, мы будем пытаться разделить b на а. Если получится деление без остатка, значит число а составное. В противном случае число будет, понятно, простым. Это алгоритм, который всегда дает правильный ответ и совершенно алгоритмизируем в том смысле, что мы можем, вот даже если мы не знаем, что такое алгоритм, мы знаем, что вот программу, в принципе, не сложно составить. Тут здесь не нужно, ну, здесь нужно только уметь делить одно число на другое. Это вот алгоритм. Ну, вот тут пример приведен. То есть вот, если число, например, 139 дано, и нам нужно определить просто составное. Ну, вот мы делим его на 2, на 3, на все числа, вплоть до 11. 12 можно уже не проверять. Не делится. Значит, оно простое. 143, вот мы его разделили на числа до 10, на 11 оно разделилось. Значит, это составное. Действительно, вот мы видим, задача решается. Следующая задача, тоже известная с древности, на самом деле, это алгоритм Эвклида, который решает следующую задачу. Даны два натуральных числа а и b, требуется определить наибольший общий делитель. Ну, что такое наибольший общий делитель, наверное, тоже всем со школы известно. Это наибольшее число, которое делят оба числа а и b. Алгоритм Эвклида, вот здесь важно вот сказать, это рекурсивный алгоритм. На самом деле он основан на следующем замечательном, на самом деле простом утверждении, что чтобы найти наибольший общий делитель чисел а и b, достаточно с остатком разделить большее число на меньшее. И тогда, наибольший общий делитель числа а и b равен наибольшему общему делению а, и вот это вот остатка, деление b на а. И тем самым мы понижаем, ну, по крайней мере, мы понижаем сумму этих чисел, натуральных чисел. И снова можем применить то же самое. Вот теперь c стало меньше а, мы потом а делим на c и так продолжаем, пока у нас где-то 0 не встретится. Наибольший общий делитель любого числа и нуля, ну, мы можем считать, что это а, поскольку 0 на любое число делится. Ну, например, нам требуется вычислить наибольший общий делитель чисел 91 и 119. Делим 119 на 91, получаем остаток 28. Делим 91 на 28, получаем остаток 7. Делим 28 на 7 с остатком, и остаток будет 0. Ну, а, значит, тут наибольший общий делитель этих двух чисел есть 7. Ну, вот здесь потребовалось 1, 2, 3, 4, ну, на самом деле, 3 шага, за которые мы окончательно вычислили ответ. Ну, вот возникает все-таки вопрос, а вообще любую задачу, вот мы можем, вот такой вот алгоритм какой-то, который мы можем поручить компьютеру, придумать. Ну, по крайней мере, если уж мы говорим про арифметику, то давайте говорить пока про арифметику. Как ответ получить на этот вопрос? Надо знать, что значит алгоритм и вообще, какие должен быть алгоритм и какой не должен быть алгоритм. Мы об этом поговорим. Но пока хочу заметить следующее. Мы все-таки занимаемся, ну, вот на этих лекциях математикой, поэтому мы должны быть достаточно строгими. На самом деле, когда мы говорим про решение какой-то задачи, это означает, что мы не только решаем, но мы и доказываем это решение. То есть любое решение задачи сопровождается доказательством этого решения. Тут в математике эти вещи неотделимы. Поэтому в связи с исходной задачей у нас возникает две связанные задачи. Если уж мы когда решаем, мы на самом деле доказываем. Вот я в предыдущих примерах, кстати, когда я решал, я на самом деле доказывал, что, например, наибольший общий делитель равен 7. И вот возникает вопрос, является ли доказательство алгоритмической процедурой? То есть вот когда мы доказываем, мы можем поручать это компьютеру доказательством? И второй вопрос возникающий, является ли каждое ли истинное математическое утверждение действительно можно доказать? Ну вот теперь, чтобы ответить на эти вопросы, нам теперь не только нужно знать, что такое говорит, но что такое доказательство. То есть у нас появляется больше неизвестности. Ну давайте вот потихоньку с этим разбираться. Понятие доказательства, строгое формальное, появилось только на рубеже XII-XX веков. Наверное, для математики XIX века понятие доказательства все-таки было больше гуманитарным, чем действительно строгим математическим. Строгая формализация понятия доказательства была проведена выдающимся математиком Гильбертом. Им была создана, действительно, им была построена теория доказательств как математическая наука. Когда мы говорим про математическую науку, мы считаем, что это обязательно аксиоматизируемая система. То есть вот если мы говорим про геометрию, обязательно исходные это аксиомы. Аксиомы геометрии и уже теоремы как следствие из них. До начала XX века был определенный только консенсус между математиками, что же считать хорошим доказательством, а что считать плохим доказательством. Ну вот как раз история с доказательствами разрешимости и неразрешимости уравнений в радикалах, то есть какой-то математик принимал это доказательство, какой-то мог не принять. В общем-то в какой-то мере работы Гильберта решили вот эту неоднозначную проблему, что такое доказательство. На самом деле была построена очень строгая математическая аксиоматизация доказательства. Я покажу, что является аксиомами вычисления предикатов, которые был построен Гильберт. То есть это аксиомы логики на самом деле математической, аксиомы, которые на самом деле применялись и применяются математиками. Они очень формальны. Я не буду говорить конкретно, что они означают. Скажу лишь вкратце, что это строгие формальные утверждения истинные, которые постулируют логические связки, то есть те логические связки, которые мы употребляем при формулировке теоремы и так далее. Это прежде всего и, или, импликация, вот эта импликация, это и, это или, это отрицание. И здесь, в этих аксиомах, высказаны основные свойства этих логических связок. И на самом деле, другими словами, высказаны основные логические приемы доказательства, которые математики используют. Например, вот это утверждение, это всем известное рассуждение от противного, которое тоже со школы известно. Вот здесь сказано, что если а влечет b, и а влечет не b, то отсюда следует, что а неверно. Ну вот это формально, это высказано. Предыдущее достаточно длинное утверждение формальное, логическая формула, она постулирует рассуждение по случаям. Если а дает c, и b дает c, то а или b тоже дает c. Ну, здесь, кроме названных, еще есть квантеры, как логические связки. Наверное, многие из вас знают, вот этот значок а перевернутый, это означает для любого, и вот е перевернутые, это существует. Ну, понятное дело, что в современной математике без вот этих связок не обойтись, поэтому они нужны. Так, ну еще вот какое отличие обычной аксиоматики, ну, например, геометрии, от аксиоматики логики. Тут еще нужно постулировать, как мы получаем новые теоремы из этих аксиом. Они тоже строгие формальные правила. То есть если вот, на самом деле, тут три правила. Первое правило носит название modus ponens, это еще из латыни, это еще из философской логики взятая терминология. То есть, что он говорит, что если есть две аксиомы или уже доказанная теорема, вида А и А влечет Б, мы можем доказать Б. Ну, остальные вот еще два правила, они нужны для связывания А и Е квантерами. Это вот А правило, это Е правило. То есть квантер всеобщности и квантер существования. Что нам это дает? Поскольку вот это вот исчисление, оно строго формальное, мы вполне можем поручить вот забить вот эти вот аксиомы и правила выводов в программу. Очень просто. И позволить программе просто, может быть, вслепую доказывать новые-новые теоремы из полученных аксиом, и получать новые истины. Можно добавить к аксиомам, например, аксиомы геометрии. И тогда компьютер будет постепенно порождать теорему геометрии и доказывать все, что можно доказать в геометрии. То же самое с арифметикой. Мы интересовались арифметикой. Вместо аксиом геометрии можно дополнительно заложить в программу аксиомы арифметики. Строгая формальная аксиоматика арифметики была введена пиано, она носит его название. Здесь основные свойства сложения и умножения. Когда я говорю про арифметику, я имею в виду сложение и умножение. Кроме сложения и умножения, еще самое сложное и нужное утверждение седьмое, которое принимается в виде дополнительной аксиомы, это аксиомы индукции. Всем известно, с этого начинается преподавание математики в любом высшем заведении. Можно решать арифметические задачи, основываясь на этой аксиоматике, плюс вышепереденные исчисления предикатов. Вот здесь портрет Жзе Папиано. Он является одним из самоположников математической логики. Он предшественник Гильберта на этом пути формализации и обоснования математики. Возникает вопрос, у нас есть строго формальная система доказательств. Все, что мы неформально можем доказать, можем заформализовать в этой формальной системе. И можем ли мы доказать все, что мы хотим? Вот два вопроса возникают. Частично ответ можно получить положительный. Благодаря следующей теореме. Гёдель, это выдающая связь, я о нем буду еще говорить, доказал теорему о существовании модели. Если утверждение недоказуемо, то его отрицание реализуемо. Я не говорю формально, что это означает. Неформально оно означает то, что написано. То есть, если мы не можем доказать некоторые утверждения формально, с помощью исчислений предикатов, то мы на самом деле можем построить контрпример, где это утверждение неверно. У нас год Лобачевского, я никак не мог не упомянуть Николая Ивановича Лобачевского, как, кстати, и предыдущий докладчик. Поэтому, например, мы знаем, что пятый постулат эвклида, действительно его нельзя доказать. Это было доказано с помощью построения геометрии специального вида, где пятый постулат неверный. Оказывается, что все то же самое в любой эксиоматической системе. Если мы что-то не можем доказать, то, в принципе, есть хорошая надежда, что мы построим контрпример. Не всегда этот контрпример можно построить, но, тем не менее, для математиков это какая-то надежда. То, что проблема закроется. То есть, люди математики доказывают, доказывать никак не получается. Казалось бы, если на самом деле нельзя доказать, непонятно, как доказать. На самом деле, хорошая надежда есть, благодаря этой теореме, что, если она не доказывается, надо пробовать найти контрпример, а не что иное. Он всегда должен существовать. Он может быть сложным, но он существует. Другая форма этого утверждения может быть переформулирована так. Это теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов. Всякое логическое и истинное утверждение, доказуемое в исчислении предикатов. Я тут должен немножко рассказать. Тут написано «всякое логически истинное утверждение». На самом деле, это немножко такой нетипичный термин, но я его сделал таким понятным. Что я имею в виду под термином «логически истинное утверждение»? Это утверждение, которое не зависит от конкретной области математики, в которой исследуется это утверждение. Если мы посмотрим на аксиоматику Пиано, я говорю, что эти утверждения не являются логически истинными. Они не являются математически истинными, но с логически точки зрения они не истинны, потому что здесь используются операции «плюс» и «умножить» — это символы. С точки зрения логики — это ничто, это просто какой-то внешний символ, который объясняется его свойства здесь. Но ведь по «плюсам» математик может понимать, вместо «плюса» можно задать какую-то другую операцию вместо «плюса». И, естественно, мы можем вместо «плюса» взять «умножить», вместо «умножить плюс». Понятно, что эти аксиомы перестают быть истинными. Под логически истинными утверждениями я понимаю те истины, которые не зависят от таких переименований. Так вот, оказывается, это легко понять, что следует из предыдущей теоремы, что любое утверждение, которое при любом переименовании используемых терминов будет «истина», оно на самом деле формально доказуемо. Это тоже замечательный результат. Любая абсолютная истина формально может проверяться компьютером. По крайней мере, он может порождать эти теоремы достаточно просто. Пока хотя бы это у нас есть. Опять-таки, это касается только абсолютных истин, логических истин. А если мы возносимся к проблеме задач в арифметике или других областях, у нас встает вопрос, вот если брать арифметику, здесь мы можем доказать все, что нужно доказать. Есть задача какая-то, решить что-то, вычислить какое-то значение, например, какой-то функции. Можем ли мы доказать, что f , что значение этой функции равно тому-то? Или, другим словом, вычислить эту функцию. Тут как раз-таки уже тот же Гёдель решил эту задачу. Он знаменит, конечно, даже не предыдущей теоремой, а это выдающийся австрийский математик, он доказал теорему о неполноте. Оказывается, что в приведенной системе, аксиоматике Пиано, существуют архипетические утверждения, которые нельзя доказать или опровергнуть. Как это понять? Что значит, что нельзя доказать и опровергнуть? Пока мы познакомимся с формальными доказательствами, возникает вопрос, как можно доказать, что что-то нельзя доказать? Утверждение такое достаточно парадоксальное, но оно на самом деле основано на парадоксе, я об этом скажу. Другая форма, которая нас интересует, это утверждение, она говорит, что в альфмифике имеются истинные, но недоказуемые утверждения. Поскольку мы привыкли, но так оно и есть, что любое утверждение, которое ни о чём, оно либо истинное, либо ложное. Вот какое-то из этих утверждений, оно или отрицание, оно истинное, и оно недоказуемое. Вот такой вот парадокс, и он на самом деле основан на очень старом парадоксе, который еще известен древним грекам, парадокс лжеца. Данное утверждение ложно. Понятное дело, что это утверждение не может быть ни истинным, ни ложным. Это следует изобрения. Есть ли какое-то отношение к математике данного утверждения? Относится ли оно к математике? Нет, оно не относится. Математика не оперирует такими противоречивыми терминами. Но в нём есть очень полезное зерно. И оно было использовано. Вот чуть-чуть изменили, и уже это утверждение очень полезно, и оно как раз на нём основано доказательство Гёделя о неполноте. Вот немножко изменяем. Данное утверждение недоказуемо. Вот это утверждение говорит, оно недоказуемо. Но даже к математике пока далеко, даже какой-то парадокс похожий. Но вот оно даёт то, что нам нужно. Если мы предположим, что оно ложно, то по определению своему оно должно быть доказуемым. Если оно доказуемо, оно истинно. Получили противоречия. Ты помнишь, что ложно истинно? Значит, оно истинно. А если оно истинно, оно что говорит? Что оно недоказуемо. Значит, оно истинно, но недоказуемо. Остаётся вопрос. Что значит недоказуемо с точки зрения математики и с точки зрения арифметики? Мы ведь должны утверждение построить как арифметическое, а не какое-то философское утверждение на русском языке. Утверждение на русском языке, наверное, не очень будет устраивать. Это не математика. И тут ещё один вопрос. Разберём, что такое недоказуемое. А как мы можем говорить про утверждение, что оно недоказуемо, пока мы его не построили? Мы же не можем предъявить, что оно недоказуемо, пока его нет. Его же в явном виде пока нет, пока мы его не построили. Постепенно мы с этим разберёмся. Во-первых, первая проблема. Как с точки зрения арифметики высказать, что какое-то утверждение недоказуемо? Что сделал Гёдель? Гёдель воспользовался тем, что доказуемость в каком-то роде алгоритмический процесс. И предложил свою формализацию теории алгоритмов и стал её изучать. На самом деле Гёдель одновременно является одним из положенников теории алгоритмов. То есть это формализация не только самой логики, но и понятия алгоритма. Алгоритмы тоже неформальные с точки зрения математики понятия. Им были введены так называемые рекурсивные функции, он их использовал. И на самом деле они, как бы показано в дальнейших работах Тьюринга, Черча, они собой формализировали, то есть давали чёткое формальное определение понятия алгоритма математики. То есть здесь несколько было эквивалентных определений. Машина Тьюринга, лямбда-исчисления, машина Поста. Было показано, что все эти подходы приводят к одному и тому же естественному математическому классу алгоритма. И сейчас это хоть формально не доказывается, но понятно, что это то же самое, что алгоритмы, которые мы пишем на языках программирования, которые мы вводим в компьютер, Паскаль, Си, ну любые другие. Ну вот здесь я привожу наиболее значительный вклад в развитие теории алгоритмов в инвесторе, известный Алан Тьюринг и Черч. Почему они известны? Потому что вот одним из тезисов, это не аксиома, теория алгоритмов является тезис Черча Тьюринга. Любой алгоритм, который можно реализовать с помощью рекурсивных функций, ну или что то же самое, машин Тьюринга, лямбда-исчисления и так далее, любой алгоритм, точнее с интуитивной точки зрения, можно реализовать с помощью вот этих формализаций. Это не теорема, это как такой оправдательный тезис, почему мы это исполним. Ну я считаю, что вот понятие алгоритма, оно интересно даже без учета этого тезис Черча, но это маневр. Ну вот здесь я бы хотел, если уж я здесь немножко отвлекся от теоремы Гёдли о неполноте, я бы хотел коснуться следующего рассуждения про этот тезис Черча. Тезис Черча, я как говорил, это не теорема, потому что она использует понятия, которые не математические. Вот понятие алгоритм, интуитивное, вот это наше только представление о нем. И вот вы знаете, что это эквивалентно конкретным формализациям. Вот в числе этих формализаций не был упомянут вероятностный алгоритм. Что такое вероятностный алгоритм? Ну я определять формально не буду, но я думаю, вы понимаете. Это алгоритм, который используют случайные данные. Ну вот, например, кто-то для алгоритма будет бросать монету, и вот данные орла и решки, он заносит в компьютер, и компьютер как что-то делает. В принципе, если этот алгоритм работает с большой вероятностью, говорит истину, это, в принципе, тоже интуитивный, 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 это действительно алгоритм. Ну если он решает с хорошей вероятностью единицы, решает нашу задачу, значит, это хороший алгоритм. Ну и возникает вопрос, а он эквивалентен? Можем ли мы заменить вот эти вот случайные данные на… Можем ли мы сделать обычный алгоритм? Ну вот теорема 56-го года Де Лев Шеннон Шапиро утверждает, что любая арифметическая задача, решаемая вероятностным алгоритмом, может быть решена обычным алгоритмом. Ну вот, то есть это подтверждает этот тезис. Но с другой стороны, вот на рубеже 20-21 века, на самом деле, примеров и до этого существовало, но это, наверное, наиболее красивый пример. Это уже не арифметическая задача, а более широкая, более сложная задача здесь строится. Построение бесконечного графа с точностью до изоморфизма. Вот, оказывается, есть бесконечный граф, который можно построить с точностью до изоморфизма, вероятностным алгоритмом, с вероятностью 1. Но его обычным алгоритмом нельзя построить. Понятное дело, что, имея в виду, что именно с точностью до изоморфизма, в зависимости от случайных данных будут получаться разные графы, но они всегда будут изоморфные, но в каком-то смысле одинаковые. А обычным алгоритмом так нельзя сделать. Ну вот, то есть это некоторое такое, если хотите, опровержение теоремы Чорфинга, тезиса Чорфина-Тюринга. Ну, это не рефтическая задача, это более широкая. Так вот, возвращаемся все-таки к теореме Гёдле о неполноте. После того, как Гёдделем были введены рекурсивные функции, выяснены их основные свойства, то, что они действительно похожи на наши алгоритмы, была доказана очень красивая теорема. Она называется в учебниках Lemma-бета-функции Гёдделя. Она утверждает, что любой алгоритм результатов его работы, ну, это в переформулировке, естественно, моей, любой алгоритм результатов его работы может быть выражен в виде арифметического утверждения. То есть, что бы алгоритм ни делал, тот факт, что данный алгоритм решил какую-то задачу, на самом деле можно написать в виде цифр и знаков в плюс и умножить. Отсюда следует, что доказуемость утверждения может быть выражена в виде арифметического утверждения. То есть, возвращаясь вот к этому парадоксу, наша цель записать в арифметике вот это утверждение. Вот это сказуемое недоказуемо. Благодаря Lemme-Гёдделя это мы можем сказать в виде какого-то свойства натуральных чисел. Остается вопрос, вот как научиться формировать утверждения, которые говорят, что они не такие-то. Вот данные утверждения. Тут какая-то такая саморекурсия получается. Эта задача была решена уже на заре создания теории алгоритмов. Теория алгоритмов начала создаваться Гёдделем в его доказательстве 1931 год. Ну а уже дальше, в течение 30-х годов, она была создана как самостоятельная наука. И вот один из основных результатов теории алгоритмов является теорема рекурсии Клини. Другими словами, на современном языке современного программирования эта теорема говорит о квайнах. Программы, которые используют свой текст, которые могут выводить свой текст. На самом деле, для начинающих программировать на том или ином языке это хорошая фактическая задача — написать программу, которая выведет свой текст. Понятно, что простых решений тут нет. Если мы говорим «выведи то», то мы потом должны написать «выведи то» и так далее. Но на самом деле, если подумать, эта задача разрешима. Я хотел бы немножко сказать, почему такие программы существуют с точки зрения теории алгоритмов. Идея очень простая. Тут достаточно для любого текста программы мы уже знаем, что алгоритмы — это то же самое, что программы на любом языке программирования. Вот если дан текст программы с параметром x, с аргументом x, через этот п мы обозначим программу, полученную из п добавлением в ее начало присваивания x равняется p. Ну и представим алгоритм теперь, который текст x преобразуется в текст программы, печатающей текст f . То есть, понятное дело, что вот такой алгоритм можно написать. То есть, это нужно в программу x добавить присваивание аргументу этот текст, а потом добавить команды, которые печатают этот текст x. Ну и отсюда будет следовать, что вот теперь, если мы напишем программу для этого алгоритма, если этот алгоритм, мы должны уметь написать программу для этого алгоритма, вот тогда программа f имеет параметр x. Вот если мы вместо x подставим p0, в эту программу в ее начало, мы получим программу, которая действительно печатает текст. Это можно сделать в любом языке программирования. Ну, это вот один, также один из основоположников теории алгоритма, Стивен Солл Клинг. Ну, чтобы немножко пояснить, вот еще раз, я хотел бы пример Квайна в более простом случае. Мне нравится вот этот пример, который я взял из учебника Вереща-геношения по теории алгоритмов. Но вот идеи, так или иначе, вот этой возвратной рекурсии вот именно в этом утверждении. Если вы восприняете вот эти слова как инструкцию, что надо делать, что у вас получится? Напечатать два раза, второй раз в кавычках, такой текст, напечатать два раза, второй раз в кавычках, такой текст. Мы напишем вот как раз вот именно вот эти две строчки. Ну вот, легко и на языках программирования написать. Вот здесь приведем пример Квайна, то есть программ, который пишет свой текст на Паскаль. Ну вот тут вот я сайт привожу про… Здесь как раз одна из его целей, вот там приведены на различных языках программирования различные подходы к созданию Квайна. Если кому-то интересно, можете туда зайти и посмотреть. Там не только на Паскале, там и на всех известных языках программирования есть примеры Квайна. С практической точки зрения существование Квайна дает возможность использовать в вычисляющем алгоритме текст этого алгоритма, а с математической точки зрения возможность использовать при построении архипетического утверждения его текст. А именно это нам и нужно. То есть этим самым вот я заканчиваю обоснование теоремы Гёдля, а не полноте. То есть на самом деле вот теорема рекурсии, она позволяет строить вот такие алгоритмы, которые сами себя воспроизводят. Но мы знаем, что мы любой алгоритм можем записать в виде физического утверждения. Вот используя этот прием, мы получаем утверждение, которое вот что-то про себя говорит. А поскольку мы можем говорить, что доказуемо оно или недоказуемо, утверждение о том, что вот данное утверждение недоказуемо, оно действительно может быть преобразовано в математическое и архипетическое утверждение. Ну вот возникает теперь следующий вопрос. Ну хорошо, есть утверждения, которые истинно, но недоказуемы. А что если их добавить в качестве новых аксиом арифметики? Будут ли снова получаться некоторые недоказуемые утверждения? Или мы сможем доказать все, что нужно? Оказывается нет. Анализируя доказательства теоремы Гёделя, можно понять, что любое алгоритмически заданное расширение аксиоматики, то есть если мы поручим компьютеру даже, не только нам, прождать новые аксиомы для аксиоматики арифметики, то все равно будут получаться утверждения, которые нельзя доказать или опровергнуть. Ну и отсюда же следует вот такой отрицательный результат, но тоже важный. Не существует алгоритма, который определяет, является ли данное арифметическое утверждение доказуемым или недоказуемым. То есть если бы такой алгоритм бы существовал, мы могли бы вот алгоритмически пополнить, расширить соответствующим образом аксиоматику Пиано, что там можно было доказать или опровергнуть любое утверждение. Эта проблема, вот проблема доказуемости утверждения, она неразрешима, но она полуразрешима в том смысле, что если утверждение доказуемо, то существует сертификат, проверка которого может быть осуществлена алгоритмом. То есть это вот одна из неразрешимых проблем, которая, в принципе, полуразрешима в том смысле, что вот что значит сертификат, я имею ввиду. Вот здесь сертификат, например, доказательства. Если дано, записано доказательство на строгом формальном языке, то компьютер потенциально может проверить, правильно оно или нет. Так устроены исчисления предикатов, что эта проверка осуществляется алгоритмом. Но поиск этого доказательства — это уже неразрешимая задача. Здесь приведены другие похожие задачи, которые полуразрешимы, но неразрешимы. Это проблема остановки, проблема равенства слов, проблема существования решений аристических уравнений целых чисел. Как раз, по-моему, следующая лекция как раз посвящена вот этому, насколько понимаю. Некоторые частные случаи всё-таки становятся разрешимыми. Вот, например, арифметика Презбергера. Если мы в арифметике Пиано уберём вообще упоминание умножения и будем исследовать только свойства сложения, то здесь любое утверждение либо доказуемое, либо опровержимое. И существует поэтому алгоритм, определяющий истинность и ложность любого утверждения о сложении. Другой пример — это тоже известная теорема Тарского. существует алгоритм, определяющий истинность любого утверждения сложения и умножения вещественных чисел. То есть, если мы перейдём к арифметике вещественных чисел, там опять есть алгоритм. А как следствие, в силу Декартового метода существует алгоритм, определяющий истинность или ложность любого утверждения элементарной геометрии. Ну и вот буквально несколько слайдов я хотел посвятить немножко привлажениям к практике. Если у нас есть некоторая математическая проблема, мы знаем, что она алгоритмически разрешима, значит ли это, что мы можем её практически реализовать, то есть загрузить программу в компьютер, и компьютер нам будет давать ответ? Понятное дело, в отличие от идеального теоретического случая, компьютеры — это конечные автоматы. Они ограничены в ресурсах и по времени. Мы не можем знать миллион лет, пока какой-то алгоритм не сосчитается. Поэтому рассматривают классы задач, которые разрешимы с помощью алгоритмов, которые разрешаются достаточно быстро. Одним из основных ограничений является ограничение на количество времени, полиномиальное ограничение на время. Если дан вход длины n, данные записаны в файле длины n, то алгоритм не должен работать больше, чем p от n шагов, где p — это могощен какой-то степени. Класс проблем, разрешимых такими алгоритмами, образует класс сложности p. Ну, это вот так называется. Или это p-time, иногда означает. Это класс проблем, разрешимых за полиномиальное время. Если мы вспомним про начало моей лекции, мы рассматривали два случая. Две задачи. Алгоритм Евклида. Это, на самом деле, не так тривиально, но, на самом деле, уже в 1644 году было доказано, что алгоритм Евклида работает квадратичное время, т.е. полиномиальное. Это следует с теоремой Ламио, которая оценивает количество делений в этом алгоритме. Второй алгоритм мы рассматривали — это тест на простоту. Вот он, на самом деле, не является полиномиальным, он является экспоненциальным по определению, потому что, если дано число из 100 цифр, нам надо проверять все числа, имеющие 50 разрядов, а это очень много. Но, тем не менее, не так давно была доказана теорема, которая утверждает, что можно сделать такой алгоритм проверки пустоты числа, время работы, которое ограничено некоторым многочленом. Единственное, что я могу сказать, что на практике он не используется. То, что многочлен 11 степени с огромными коэффициентами, на самом деле, на практике легче решать какими-то другими методами, специально вероятностными методами, тут я уж не буду отвлекаться. Важный класс возникает, мы говорили про разрешимость и полуразрешимость. Здесь в математике часто комбинаторные задачи приводят к некоторому расширению класса П. Иногда бывает, что за полиномиальное время разрешить нельзя, но можно проверять сертификаты за полиномиальное время. Класс NP, так называемое нетерминированное полиномиальное время, это в том случае, если задача разрешима алгоритмов, полуразрешима алгоритмов, у которого время проверки сертификата и его длина ограничена многочленом. Например, в случае наивного теста на непростоту числа сертификатом будет любой нетривиальный делитель. Исходный алгоритм проверки простоты — это типичный NP-алгоритм. Если мы подберем делитель, то очень легко проверить, что он действительно делитель. Но найти этот делитель бывает сложно. Есть класс задач. Очень много естественных задач сводится к задачам в NP. Здесь приведены наиболее важные. По данной булевой функции проверить выполнимость этой формулы. Булевая формула — это логическая формула, в которой нет квантора. Здесь есть некоторые другие. Проблема раскраски графов, проблема обхода всех вершин связанных графов без повторений, проблема нулевой суммы подножеств. Здесь приведенные задачи не только NP, они самые сложные из класса NP. Для задачи о выполнении булевой функции это было доказано, что это самая сложная задача в этом классе, это было доказано Куком и Левиным в 1971 году. Они доказали, что если мы вот эту задачу решим за пренемиальное время, все остальные задачи из класса NP должны решаться за пренемиальное время, что будет иметь теоретически и возможно практический смысл. Поэтому одну из проблем тысячелетия, одной из семи проблем тысячелетия, будет вот эта задача, которая была поставлена Куком и Левиным, совпадает ли класса NP и П. Институт Клея поставил семь задач проблем тысячелетия, одна из которых была решена, остальные пока еще нет. Но вот эта задача до сих пор не открыта. На этом я хотел бы закончить свое доказательство. Спасибо большое за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова